История, изменившая жизнь, произошла с 35-летней жительницей Саранска. Началось все осенью 2019 года с приятного знакомства с мужчиной в соцсетях. Он, ее ровесник и житель одного из районов республики, трудился вахтой в Москве. Обычная переписка через полгода переросла в серьезные отношения. Весной 2020 года пара встретилась на вокзале. Было решено жить вместе у девушки на съемной квартире по улице Иркая в Саранске. В апреле горожанка сообщила возлюбленному по телефону радостную новость, что ждет от него ребенка. Мужчина просил сделать аборт, но женщина ответила категорическим отказом. Спустя время мужчина поинтересовался результатом ее анализа на ВИЧ-инфекцию, когда она сказала, что он отрицательный, сообщил, что болеет. Сожительница попросила его сдать анализы, однако тот пояснил, что пошутил. Шутка оказалась страшной ложью у мужчины с января 2014 года статус ВИЧ-инфицированного. И он прекрасно понимал всю тяжесть последствий, но тем не менее не предупредил свою возлюбленную о диагнозе и систематически вступал с ней в половую связь без контрацептивов. В конце августа обвиняемый расстался с потерпевшей и женился на другой. А спустя несколько месяцев при повторной сдаче анализов беременная женщина узнала о том, что является носителем ВИЧ. Потерпевшая обратилась в полицию. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 122 Уголовного кодекса Российской Федерации заражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни. За время следствия горожанка родила дочь и сейчас находится в декретном отпуске. Совсем скоро суд решит судьбу заразившего ее мужчином. Помененной статьей ему грозит до пяти лет неволи. Готовится к судебному процессу и 24-летний житель Отяжевского района, который распространял в социальных сетях кадры детской порнографии. По данным следствия, обвиняемый нашел в интернете видеоролики и изображения порнографического характера. После чего дважды в апреле 2020 года он управлял данные материалы девушке, с которой вел переписку в социальной сети, но лично знаком не был. После получения данных материалов девушка написала заявление в полицию. То есть самая 15-летняя девушка из социальных сетей оказалась совершеннолетней охотницей на педофилов из Мордовии. Теперь распространителю запрещенного контента грозит от трех лет тюрьмы.